13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня сидит улыбающийся Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов Кировской области, предприниматель, консультант. Алексей, добрый день. Добрый день, друзья, Юля. Да, здравствуйте. Я вначале проанонсирую, где нас можно услышать и увидеть. На сайте эхокирова.ру есть ссылка на онлайн, аудио и видеотрансляцию. Также на сайте эхокирова.ру можно задавать вопросы нашим гостям в разделе «Анонсы». К сожалению, сегодня этой возможностью никто не воспользовался, но в течение эфира можно писать, например, мне в Твиттер, задавать вопросы Алексею по мере возможности. Я ему их обязательно задам. Итак, Алексей, приступим. Скажите мне, пожалуйста, были ли вы в динопарке Котельнича? Нет, ни разу не был. Так, ни разу не был. Почему? Ну, наслышан о нем очень много. Ну, все же нужно самому съездить, составить впечатление, почему не доехали. Я жду, знаете что, чего? Я жду того, что сейчас там планируется закупка новых фигур, 3 или 4. Вот я как раз об этом с вами хотела поговорить. Данно разнятся. Планируется поставить теплое помещение какое-то, я слышал там, сделать человеческие условия для людей. Потому что те, кто ездили, они приезжали со смешанными чувствами. Я просто много в интернете про это читал, видел фотографии. Да, все нравится, интересная экспозиция, но там тропинок нет, там туалетов нет, еще что-то нет. Сейчас это дело очень так забурлило, в хорошем смысле этого слова. Все стали делать для людей. И как только вот говорят на днях уже, ну не на днях в смысле, а скоро-скоро сделают, я думаю, что действительно возьму да и съезжу с детьми. То есть вы как турист ждали улучшения условий? Вот хорошо. Как по вашему мнению, после того, как действительно поставят новые фигуры динозавров, сделают дорожки и более или менее обустроят территорию этого динопарка, потянутся ли туда туристы из других регионов? Вот очень интересный момент. Чтобы туристу было интересно, во-первых, должен быть какой-то магнит. Динопарк этим магнитом может служить. Во-вторых, нужно что-то еще показать. То есть мы когда вот выходили с инициативой от клуб-маркетологов по развитию туристического, внутреннего туризма Кировской области, мы говорили о том, что нужно обязательно, ну там как минимум пять элементов в турпакете. Например, это нечто удивительное, например, динопарк, что может быть магнитом. Это посещение какого-то промысла с мастер-классом обязательно, потому что очень людям интересны мастер-классы. Это обязательно, допустим, ну какое-то, очень желательно посетить какое-то пищевое предприятие. Можем, если хотите, я потом чуть-чуть подробнее объясню всему смысл этого. И так далее. То есть человек приезжает и в пять интересных мест как минимум попадает, и с большим удовольствием уезжает обратно. Мы ездим в соседние регионы, но из соседних регионов нам тоже нужно людей приглашать, и приглашать, чтобы он запомнился надолго. А что касается мастер-классов, просто под впечатлением нахожусь. Ездил недавно с классом старшего сына в Нижний Новгород, в Городец. У нас было за два дня мастер-класса, Городецкая роспись, я лично дочечку разрисовывал. Следующий день мы разрисовывали стеклянные игрушки ёлочные. Слушайте, ну это что-то с чем-то. Я вернулся в детство, меня не могли оторвать, меня ждали все, то есть когда я там дорисую и так далее. То есть это очень сильное впечатление мастер-класса. Всего лишь 20-30 минут и всё. То есть это очень сильное впечатление, которое люди будут по сарафанному радио пересказывать другим людям своим, и те тоже будут хотеть приехать. Это очень важный момент. Ну дело, наверное, ещё в вовлечении. То есть одно дело, когда человек своими глазками сходил и посмотрел, а другое дело, когда он своими ручками что-то поделал. Да, интерактив очень важен. Нужно, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы руками можно было что-то поделать, потрогать там и так далее, поговорить. Там же ещё очень важный поднимался вопрос, политологический музей немножко в стороне остаётся. Если здесь лидер, этот музей в Кирове, да, то там котельническое, скажем, отделение-подразделение, не знаю, как правильно назвать, оно немножко так в стороне получается, там посещаемость маленькая. Вот это всё пакет надо включать. Вот насколько я знаю, там ещё переговоры сейчас ведутся с пищевым предприятием, чтобы вот именно... Так, а пищевое предприятие здесь вообще в какую логику укладывается? Здесь есть такая фишка, как гастрономический туризм. У нас на Вятке, мы же знаем, в рамках проекта покупки Вятска давно уже идёт, да, то есть как бы у нас сильная пищевка, то есть как бы у нас она, её многие даже другие регионы признают, что у нас очень вкусная там легендарная, легендарная Вятская молочка, да, это выражение, оно в ходу. Вот, и поэтому здесь важный какой момент. С одной стороны, туристам было бы интересно гастрономический туризм, потому что это мало кто делает, как фишку региона, например, да. С другой стороны, самим предприятиям это должно быть интересно, правда, не все пока это ещё поняли, но я как маркетолог знаю, что лояльность клиентов заработать, потратить надо много-много лет и много-много денег и не получить желаемого, да, а после экскурсии люди на 180 градусов меняют свои предпочтения в питании и полностью, как сказать, начинают потреблять тот продукт. И это происходит в одночасье, в тот продукт, который вот именно был на экскурсии презентован. Я это сам лично видел и по себе, и по своим друзьям, по другим взрослым людям и так далее. Это феномен просто, который надо использовать, это малыми ресурсами можно именно получить много-много лояльных клиентов, как в Кировской области, так и в приезжающих визах. Но это получается, что в принципе вообще любому предприятию можно это использовать? Не можно, а нужно, просто не все это пока поняли. То есть кто-то это делает, а кто-то говорит, ну как так, а вдруг там у нас что-то там разгадают конкуренты и так далее. Ну все заводы в мире пускают себе экскурсии там людей, но показывают часть производства, они все, секреты понятные никто не выдает. То есть надо сделать, чтобы это было очень интересно. Мы вот недавно ходили на хладокомбинат, нам провел сам директор, ну очень было интересно, ну просто, я не знаю, то есть как бы харизматичный лидер компании там все рассказал про подводные лодки, там как они связаны с молоком, с молочным шариками и так далее. Это, конечно, ну я много где был на экскурсиях, они все интересны, есть что рассказать, и люди реально начинают потреблять эту продукцию. Это тоже хорошо. То есть меньшими усилиями можно меньше рекламы вкладывать, а больше вот таких конкретных действий. И если вернуться к динозаврам, то в принципе даже не важно, что пищевка с динозаврами никак не связана. Нет, не важно, люди едут в котельничь и смотрят все, что там может быть привлекательно. То есть это динозавры, это пищевое предприятие, это народный промысел с мастер-классом какой-то, или там косточку откопать в песке там тоже, да, вот у нас же есть здесь имитация в Кире, почему не сделать там. Да, это очень даже, не только для детей, взрослые так же точно, надо просто посмотреть, взрослые так же точно любят это дело, потому что все мы, скажем, дети в прошлом, да, и настоящие иногда, да, мы любим это действие. А вы вот сказали, что вы выходили с этим предложением на кого? Ну мы выходили на кого, на кого, на кого, на власти. Алексей Александрович Вершинин сейчас курирует у нас направление по туризму. Я очень рад тому, что этот человек сейчас у руля этой отрасли, потому что этот человек все же устремленный, энергичный, энергия первого лица, мы с ним работали под импульском проекту, я знаю, что он может многого добиться и достичь. И вот, насколько я слышал, Котельнический район как раз сейчас в качестве пилотного проекта, потому что мы еще предлагали сделать внутренний туризм развивать не только из соседних регионов привлекать, но и кировчан в районной области. Там тоже очень много чего есть показать, в каждом из районов есть и фабрики по матрешкам, и необычные дома, и необычные гостиницы, необычные природные вещи там уникальные, и те же пищевые предприятия. То есть тот же пакет можно, по сути, там, с десяток районов можно сделать с интересными разнообразными программами, да, и организованную группу туда приглашать на автобусах. Так вот, решили принять это предложение и в качестве пилотного проекта сделать как раз Котельнич. Выбирали, анализировали, что можно было бы сделать в первую очередь, показать, как эта схема работает. И сегодня разговаривал с Георгием Бармином, в конце апреля планируется тур именно в Котельнич, в колхоз «Миллионер», «Красная искра» в том числе, заехать там как раз с какими-то мастер-классами, и там будут приглашаться и журналисты, как с других регионов, и турагентства других регионов. То есть эта работа идет, да, да, инфатур. То есть получается, что ваши предложения услышали? Ну, они не то чтобы совсем уж прямо наши, там, значит, совсем уж прямо наши, то есть это все витало в воздухе, просто нам что понравилось? То, что власть начинает как бы прислушиваться к разным слоям именно общества, да, то есть как бы и нас послушали, и туроператора прослушали, еще там, так далее, так далее, всю эту информацию собрали, проанализировали, приняли решение и уже действуют. Вот что хорошо. Вот я еще про дымку хотела вас спросить. Вы двигатель, драйвер этого проекта. Что сейчас происходит с проектом «Раскрасим Киров в дымку»? Вот был уже дом на улице Комсомольской, он уже состоялся, он стоит красивый, я всегда улыбаюсь, когда проезжаю мимо него. А что дальше? Многие спрашивают, да, как-то все затихло, поутихло. Дело в том, что у нас сезон 5 месяцев. Вы держите интригу, я знаю, Алексей. Сезон 5 месяцев, это тепло, когда можно что-то делать. А остальное, в остальное время идет невидимая работа. Но что можно сказать? Готовы три остальных дома, паспорта фасадов готовы, они утверждены, согласованы, все тоже подписано. И вроде бы городские власти обещали вот эту программу дальше, реконструкцию пляжиальной площади, ее дальше реализовывать. Значит, надеемся, что эти три дома будут так же точно украшать вместе с одним, и гораздо будет веселее смотреться в ансамбле. Объясните мне, что значит готовые паспорта еще на три дома? Это значит, утверждена раскраска. Да, да. То есть, вот мы видим один дом из четырех, он сделан. А три дома стоят сейчас, сиротливо ждут своей участи, в хорошем смысле этого слова. Вот эта участь должна наступить в этом сезоне. То есть, есть макет, есть смета, есть согласие жильцов. Да, согласие жильцов получено, управляющие компании отработали все дома. Значит, согласие есть. Ну, по первому дому жильцы же очень довольны, им уже даже внутреннюю сторону отремонтировали, что редко очень бывает, это вообще нонсенс, да, обычно три стороны и все, внутренняя так. Жители довольны, им окна помыли, там это все сделали в рамках этого проекта. Они, конечно, почти все в восторге. Вот, и остальные тоже хотели бы, конечно. То есть, там же разница, сколько лет, там, несколько десятков лет ничего не делали с домами. Поэтому, да. Вот, мы еще сделали детский мир, дизайн очень красивый, да, но финансирования, скорее всего, не будет в этом году, но, тем не менее, тоже он готов. Дизайн, это вообще точка такая, что видна вообще со всех сторон ее абсолютно, из производств поезжающих также точно ее видно очень хорошо. И там дизайн такой интересный, хороший тоже. Тоже согласован с мастерицами, как бы такие стадии проделаны. Что касается остальных объектов, выбрано несколько объектов на Авиацком районе. Геннадий Иванович, я с ним разговаривал, он очень готов этим делом заниматься. Понятно, что все будет упираться в наличие финансирования, в что-то еще. Сложная ситуация в стране сейчас, в Кирове тоже сложная ситуация. Но, тем не менее, я считаю, что дымку надо толкать дальше. Почему? Потому что я общался с представителями туристического бизнеса. Кирову не хватает туристических магнитов, чего-то необычного. И когда я спросил, может ли дымковские дома, могут ли быть они именно такими магнитами, мне сказали, безусловно, да. То есть люди будут специально из-за этого соседей региона приезжать, посмотреть, сфотографироваться на дымковские дома. Если мы раньше с вами обсуждали, что это не будет магнитом, вот я сам вам это говорил, то сейчас эксперты рынка говорят, что это будет магнитом. Так что, наверное, есть смысл двигаться дальше. И искать финансирование, в том числе и бюджетное. Вот как бы люди не любят задевать эту тему. Я знаю, что если я сейчас буду про бюджетное что-то говорить, у меня помидоры полетят, это точно знаю. Но, тем не менее, здесь есть тоже возможности для нас, для кировчан, возможности без потери, скажем, уровня жизни, несколько домов освоить, в том числе. А на эти три дома уже нашли деньги? Ну, там была программа принята ранее, она программа реконструкции привязальной площади, деньги там. То есть эти деньги все равно были бы потрачены на ремонт этих домов, просто они были бы белые, вот, а так они будут цветные. То есть там дополнительных денег не будет. Ну, Алексей, вы уже тогда раскроете интригу, что это за дома, адреса, если уже практически все готово. Ну, там не то чтобы готово, просто идет такая работа, она не останавливается. То есть на Вятском районе есть дом, около дома детского творчества, у него очень такая хорошая стена. Она глухая, без окон, мы бы хотели ее попробовать. Многие даже скептики говорили, давайте что-нибудь посерьезнее сделаем, там раскрасим по художественней, да. Вот может быть здесь что-то... Рисунок имеете в виду, посложнее сам? Да, посложнее уже, не просто орнамент, например, попробовать, а именно попробовать... Сюжет какой-то. ...показать любовь жителей Новоавиатска к Новоавиатску, вот такой план у нас, да, но через Дымковскую тематику все равно, потому что мы как маркетологи, мы знаем, концентрироваться надо на чем-то одном, то, что узнаваемо, то, что символом является, то, что брендом является, то, что фишкой является нашего края. Мы, конечно, Дымковскую тематику не убираем. А те, кто люди хотят что-то другое, ну, горизонт открытых можно делать. А адреса трех домов на привокзальной площади? Я номера не помню. Я помню, что Комсомольская 19, и вот соседние все дома, вот остальные, я там просто могу ошибиться сейчас, там, 21, что ли, 23, я точно не могу сейчас, мало ли, не тот дом сейчас назову просто, да, но они соседние, там их 4, они одинаковые. А начало работ запланировано уже? Нет, этих деталей я не знаю, то есть это уже городские власти, тут вовлечено в этот проект уже очень много людей, и там мы не все даже знаем лицо, скажем так, когда один-то дом красили, там. Ага, вот хорошо, пишут вопрос мне в Твиттер, Роман Орловских, блогер, будет ли что-то кроме орнаментов, например, фигуры, Дымки? Вот фигура, как раз я говорил сейчас по-навиатску, есть такая идея, если она приживется, доживет до своего финиша, то мы увидим как раз с фигурами именно на торце дома. А что касаться фигуры на везде в горы, да, у нас был до скачка от курса доллара спонсор, по понятной причине сейчас он поменял свои планы, это откладывается пока вопрос, но есть мысль такая, она дальняя, скажем так, с миру по нитке, может быть, насобирать, посмотрим, поговорим. Очень трудно обсчитать, сколько это стоит, то есть надо понимать, что это железобетонное сооружение 10 метров высоты, то есть это не памятник Родина Мать, конечно, но все равно это с элементами такими. То есть вы еще не занимались обсчетом, не составлялись мету? Не занимались, надо собирать скульптора искать, надо искать проектировщика, надо, значит, строителей привлекать и пытаться понять, сколько это может стоить, потому что это нестандартный проект, и его обсчитать просто так с метчику невозможно, надо садиться и гернуть. Так, ну вот давайте, Алексей, рассказывайте, есть ли еще идеи у клуба маркетологов? У клуба маркетологов? Ну, идея-то всегда громадье, сейчас, знаете, сейчас... Какие-то новые проекты, которые вы готовы двигать? Новые проекты мы готовы двигать, как вот, дымка, понятно, ее надо продолжать, там работает непочатый край, а по туризму готовы подключаться, в плане районного туризма готовы подключаться, по поводу кировского туризма, магнитов все же не хватает. Были идеи такие, что поставить копию Александра Невского собора 6-метровой высоты, не метр, как раньше говорили, это где-то в аквариуме, а именно 6-метровой высоты перед филармонией, это было бы очень привлекательно для туристов и для, вообще, для памяти для нашей, да, потому что такую красоту разрушили на кирпич, то есть, как бы, конечно, это, если бы сейчас он стоял на том месте, вместо филармонии, у нас был бы очень сильный центр притяжения, был бы сейчас для туристов и так далее. Хотя бы показать, как память, что было, может быть, как говорится, и за счет этого когда-нибудь и восстановление начнется. Ну, там денег, конечно, много надо. Или, например, были такие предложения сделать интересный, необычный водопад у Диорамы, например, потому что у нас там с 70-х годов, там ступени мы все знаем, да, но если сделать ступени несколько, а одну, сила воды будет больше, и ее можно, ну, направлять, как мы хотим. Мы можем даже попробовать стилизовать этот водопад под какой-то известный водопад, но не негарский, конечно, а под какой-то красивый известный водопад в мире. Стилизовать его, там, ох, там, сделать еще что-то, то есть, это было бы тоже очень красиво как для кировчан, так и для туристов. Приезжали бы, фотографировались и оставляли. То есть, нам нужны точки притяжения, вот если вот в качестве туристической направляющей, конечно, вот идеи такие. Ну, и гастрономический туризм, я считаю, это тоже надо дело развивать, потому что гастрономический туризм, это тоже может быть фишкой края нашего, Вятского края, нашего Кировской области. Тоже надо этим не развивать. Ну, вы вот сейчас говорите, да, там, это можно развивать, это можно развивать, это можно развивать. Какого-то нового проекта, да, а-ля проект «Раскрасим Киров в рынку», то есть, клуб маркетологов в ближайшее время выдаст или не выдаст? Нет, не выдаст. Почему? Потому что надо качественно заниматься тем, что уже. То есть, легко раздавать идеи, чтобы кто-то их другой реализовывал. Но когда ты начинаешь, влезаешь сам в реализацию, то понимаешь, что много времени на это уходит. Поэтому лучше всё-таки это делать. И если мы по туристу немножко стали что-то предлагать, то это уже хорошо, мы считаем. То есть, это уже номер два после дымки там идёт, и дымки никуда не убираются. Дымка же лет на три-пять-семь, это проект «Ни одного дня». Да он уже идёт сколько? Больше двух лет? Два года, да. Больше двух лет. Поэтому это стратегические вещи, которые, ну, именно, не только украсят наш город, но действительно им привлекут туристов там. И, может быть, даже мы надеемся, и люди меньше уезжать начнут, потому что всё-таки покидают. Причём очень зря, кстати говоря. Это тоже отдельная тема для разговора. Как-нибудь потом позовёте, пообщаемся. Ну, Алексей, я думаю, каждый там сам для себя решает. И вряд ли один, два, три, четыре дымковских дома заставят людей передумать. Тут, Филя, всё в системе. Если идёт какая-то движуха, ведь люди как? Я уезжаю, потому что здесь нечего ловить. А когда люди видят, что здесь что-то можно делать, что-то можно своими руками создавать, кем-то можно становиться, это совершенно другой разговор. И когда ведь люди уезжают, надо понимать, что они там растворяются, становятся, ну, муравьями-муравейниками, если можно так выразиться, условно, да. То есть песчинкой мы начинаем быть винтиками, которые услуживаем чей-нибудь чужой механизм. А в Кирове ведь пробиться легче. В каждой специальности, будь то сантехник, зубной техник, я не знаю, там, художник или кто-то ещё, есть два-три лучших, там, врача, я не знаю, там, косметолога и так далее. И к ним всегда очереди желающие. Вот вы сказали, я про очередь сказал, а к нам сейчас пошёл очень большой поток обращений по клубу маркетологов, по тому, как помочь. Мы сейчас работаем уже и на платной основе, как бы у нас отдельная группа «Пилотаж», создана специально для коммерческих проектов при клубе. Мы работаем, помогаем людям уже реальные бизнес-проекты осуществлять, потому что потребность очень остро, особенно сейчас. У нас, мы даже некоторым клиентам нужны не отказывать, потому что времени не хватает. Вот так. Так, хорошо, Алексей, раз уже вы тут напротив меня сидите, не могу не спросить вас о проекте «Покупай Вятское». Будет ли он в этом году? Если да, то что будет нового? Проект будет в этом году. Завтра коллегия пищевиков в Герцинке, там, наверное, вход свободный, я так полагаю, можно будет посмотреть. Я завтра выступаю там с итогами, что было в прошлом году. Итоги 2014 года, да? Итоги 2014 года, да. Там нам удалось получить первый раз в полтора раза истинных приверженцев, то есть их увеличилось число показателей, несмотря на то, что бюджеты гораздо меньше, чем в 2013 году сохранились. Все хорошие показатели, высокие, которые были в прошлом году, они сохранились. Проект будет продолжаться, реклама пойдет на местах продаж, непосредственно в магазинах, потому что клиенту легче не забыть рекламу, потому что пока он там и посмотрит. И, возможно, будет по телевидению, потому что эффективность телевидения пока высокая. Я вот как раз хотела спросить, неужели проект «Покупай Вятское» уйдет из телека? Ну, он ушел из телека, в 2014-м его не было в телеке, и как раз он вернется. В 2013-м он был, в 2014-м его не было. Подождите, а вот эти вот ролики про сроки, про химию, продукты? Юля, как раз мы проводим каждый год исследования, каждый год исследования. И в этом году, когда мы провели, буквально мы сдали его 1 апреля, мы провели, мы выяснили, что те ролики 2013 года до сих пор работают, вот и вы сейчас это подтверждаете. Это ролики 2013 года? Да, да, да. Они в 2014-м, в 2014-м году их не было. Представляете, прошел год, а все мы их помним. Это показали исследования, именно поэтому принято решение в этом году возобновить рекламу по телевизору, потому что в прошлом году мы для эконом-бюджета предложили не делать по телевизору рекламу, а в самих магазинах рекламироваться на тележках и так далее. Вот, вы сказали, что у вас есть результаты исследований, да? Какие-то еще интересные итоги проекта «Покупай вятское» согласно исследованиям? Очень интересная находка получилась следующая. Мы с удивлением увидели, что привозные глобальные бренды, которые в России окопались, так скажем, да, они очень провели большую работу. Они почистили свои этикетки, у них сейчас нет там добавок и все такое, у них все там натурально. Они расширили линейку вкусов, у них есть детская линейка, у них есть линейка фитнес-линейка там и так далее, с поддерживным содержанием, но теперь там полезно, минус нулевым там и так далее. Вот, а мы, конечно, здесь остаем. То есть рекомендации завтра будут звучать такие, что нам надо обязательно вводить, ну, дополнительные продукты, потому что по количеству вкусов мы уступаем. Натуральность, они начали уже на пятки сильно наступать. Мало того, у нас некоторые продукты содержат добавки Е, пусть даже безобидные, но для человека добавки Е все они как раз на тряпках. Пусть там, там даже может быть это в переводе быть просто сода, например, да? Ну, напиши сода, зачем писать добавку Е? Ну, люди же сейчас считают сроки, состав благодаря, в том числе, нашим усилиям, да? Вот. А у привезных продуктов эти кетки чистые, если мы посмотрим, там все нормально. Поэтому, конечно, здесь надо бить тревогу, и нашим производителям не сидеть ровно, то есть надо очень двигаться вперед по упаковке и так далее. И мы хотели бы в планном режиме, может быть, даже отдельно, у нас есть в обучающем курсе отдельное занятие по упаковке, и мы решили, может быть, даже отдельным тренингом провести занятие по упаковке только, вот прям выкусить его, да, вот сделать, потому что оно очень популярно. То есть мы анализируем упаковку чужих брендов, успешную, да, продающую, и пищевикам даже подсказываем не из пищевых рынков подглядывать интересные моменты и использовать у себя. А вот у кого из кировских пищевиков, на ваш взгляд, самая удачная упаковка? Упаковка, честно сказать, подтянулась хорошо у многих сейчас, потому что три года назад не выдержал критики только здраво, да? Но здраво, опять же, вкладывает много денег, это же она заказывает москвичам и так далее. Вот остальные стараются, стараются сами. Упаковка подтянулась хорошо, ухлада комбината очень хорошо. Всех не перечислишь, у Кировской городской молодости компании хорошего качества упаковка мне нравится. Ну, вообще, у группы дровничьи, они молодцы. Но тоже разное финансирование, тоже бюджеты, ведь там немаленькие, а традиции бывают. И такое, что отдают, как бы, товарищи, которые из Москвы, например, да, они много берут денег. Но приятно осознавать то, что и в Кирове можно создавать неплохую упаковку, только подмечая, что хорошего есть у других, скажем так. Даже не обязательно у конкурентов, а просто у других соседних рынков. Ну, вот смотрите, вы сказали, что в этом году проект «Покупай авиатская» вернется в телек. А есть ли уже у вас идея ролика? О, он, Юля, похоже, не уходил из телека. Видите, как хорошо? Как удачно все сделали, что целый год мы так проехали, хорошо. Так, идея новых роликов есть у вас? Нет, идея же новых роликов, они не берутся как идеи. Они берутся откуда? То есть, наш подход в чем? Мы берем у людей то, что их волнует, вкладываем это в рекламу и перед выходом тестируем. Вот почему они срабатывают, вот почему люди принимают эти ролики и даже запоминают их надолго. Хорошо, давайте я переформулирую вопрос. Состав сроки мы отработали, натуральность мы отработали. Что сейчас людей волнует? Это еще предстоит решать, выбирать, но момента 2 сейчас очень острых. Это цена, очень важна все-таки цена. В одних случаях наша продукция дешевле, чем другая. В других случаях чуть дороже, но опять же, она дороже, потому что она более натуральна. Тут надо понимать, не везде, тут надо тоже еще будет разобраться. И второй момент, как это не звучит, как сказать, странно или не странно, я считаю, нормально. Патриотический момент, он тоже важен, потому что многие люди, именно у них патриотические нотки просыпаются. Это правда, если раньше мы, допустим, предлагали на эту ставку не ставить, то здесь, может быть, и подумаем. Каким образом? Потому что вот сейчас на фоне санкций и так далее у людей просыпаются, ну и что санкции, а мы вроде как тут, у нас есть. Вот это прослеживается у людей. Мы очень много делаем вопросов вообще по жизни. И с людьми общаемся на разные бизнес-тематики, под разные задачи. Но у людей патриотические, мне это лично очень приятно. А какие бы вопросы задавали людям, чтобы вы поняли, что именно патриотические настроения поднялись? Ну, мы спрашивали, как сейчас будем жить, например, да, вот у нас были тут вопросы по предпринимателям недавно, что будет с бизнесом там, там и так далее. И вы знаете, больше половины настроены оптимистично. Ну, подождите, а оптимистично и патриотично, это не одно и то же? Оптимистично и патриотично, в нашем случае, наверное, это одно и то же, потому что сказали, да, у нас там есть санкции, да, у нас что-то хуже, но у нас сейчас появилось окно возможностей, то есть импортозамещение, да, то есть у нас сейчас, для многих, вот, допустим, российских производителей, они планируют переростный продаж, например, очень многие сейчас зашиваются, не могут обслужить договоры, которые сейчас им плывут в руки там и так далее, и пищевые, и не пищевые, и многих кировских мы этих знаем людей в лицо. Хорошо, я на этом предлагаю прерваться, я напомню, что это особое мнение руководителя клуба маркетологов Алексея Обжирина, сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир, это программа Особое мнение, меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же сидит руководитель клуба маркетологов Алексей Обжирин, как он сам сказал во время рекламы, уставший, но довольный. И мы продолжим еще немного про рекламу, вот буквально недавно мои коллеги в программе Дневной разворот дискутировали на тему рекламы в кризис, сокращать или наращивать? Вот у вас какое мнение по этому поводу? Я в рекламе очень много лет уже, да, считаю это своей профессией, проектирование рекламы продающей, но в начале года сам не мог понять и сам спрашивал многих коллег, оставлять или размещать. Получил ответ, в том числе из Москвы, из Леруа Мерлен, у нас был телемост со специалистом, и она сказала, что, такую фразу я запомнил, что если мы сейчас ее не будем давать, то нас забудут, кризис все равно закончится, но нас забудут, то есть лидер рынка может стать другой на выходе из кризиса, поэтому опасно не давать рекламу совсем. С другой стороны, реклама это такие расходы, которые мы можем легко спустить, слить, как бы сказать, они как песок свой с пальца выходят деньги на рекламу, да, их немало и много, поэтому очень важно давать рекламу по системе, правильно давать. То есть, как я еще раз говорил, спросить у людей, что их волнует, ложить это в рекламу, перед выходом протестировать, тогда эта реклама будет людьми приниматься, запоминаться, и они будут делать то, что мы от них... Ну, вы сейчас говорите про рекламное сообщение, а не про каналы коммуникации. Каналы коммуникации, вопрос в чем звучит, телевидение будет, не будет, да, или... Ну, про телевидение дальше я как раз хотела, да, телевидение, радио, газета, печатка, интернет, реклама в местах продаж. Смотрите сейчас, вот, я думал, что телевидение будет, как бы, его роль спадать, но, тем не менее, очень высоко, вот, и по покупавятской сейчас мы увидели результаты, в том числе по исследованиям, и даже вы, как живой пример, сегодня это продемонстрировали, да, телевидение пока очень сильно, чтобы его забывать, и по... тоже мы тут одному клиенту делали, телеролик, ну, прирост продаж, там, до 30% получился за очень короткий срок, все-таки это работа. Другой вопрос, где давать? Вот мы приходим, допустим, на телеканал, нам говорят, вот пакет из 6, например, блоков в течение суток, например, да, вот это выгодно, там, начинают, там, 30%, а наш клиент, он приходит, там, целевая аудитория, вымытанный предприниматель, приходит домой, значит, 9 вечера, соответственно, да, садится, смотрит новости. Ему бессмысленно показывать из 6 раз, 5 раз днем, его нет дома, понимаете, и вот как бы дилемма такая, каналы-то пока не перестроились, вот особенно место, им надо как-то тоже меняться, кризис сейчас, кризис, время изменения. То есть, вы хотите сказать, что вот вы приходите на канал и говорите, ребята, мне нужен, там, один или два выхода, до вечера, до 9. Да, нужно время, да, или там в 6 утра, я не знаю, ну, как, у кого какая, целевая аудитория, что она делает. Просто мы делаем опросы, они короткие, кто что смотрит, и когда, сколько, и все, это очень простые опросы, и мы хотим давать там рекламу, тогда, когда ее будут смотреть. Мы не хотим давать из пушки по уровням, это сейчас очень дорого, зачем платить за 5 роликов, если они их не посмотрят, смысла нет. Ну, вот, это интересный подход. Хорошо, про телерекламу давайте поговорим. Газета Ру написала статью о том, что рынок телерекламы в целом стремительно падает, и из-за этого самим каналам, ну, я сейчас говорю, конечно, про федеральные каналы, придется сокращать затраты на производство контента, потому что это одна из основных статей затрат телеканала. В результате этого зрители не увидят большого числа премьер, не увидят новых передач, не будут выходить новые продукты. Вот вы сейчас уже ощущаете это на себе как зритель? Ввиду своей загруженности я смотрю реже. А, вы как раз тот и стал предприниматель. Да, да, да. Но, опять же, я никогда не переключаю рекламу, смотрю, реклама-то, она вроде бы как бы не сокращается, не вижу это. Мало того, многие компании почему-то ввели знаменитости в свои рекламные ролики, не понимаю почему. Еще Агилвик в 75-м году писал, что люди не верят знаменитостям по той причине, что они не верят, что эти знаменитости покупают этот продукт. Потому что, когда Катя Стриженова рекламирует черный жемчуг, у всех сомнение, пользуется ли она черный жемчуг, это очень большой вопрос. Или, когда Валерия рекламирует лжи, у всех большой вопрос, пользуется ли Валерия лжи, или Меэля стоит дома, понимаете. Поэтому им заплатили деньги за это, эта реклама, но почему-то вот мы в стереотипном таком мышлении знаменитостей сильно-сильно привлекаем. За последние полгода, даже чуть больше, очень много знаменитостей возникло. Поэтому падение бюджета пока не видно, что какие-то они есть, что реклама сокращается. Что касается контента, ну не знаю, если не будет чего-то нового, но может быть есть смысл. Например, я люблю по первому каналу смотреть, любил передачу «Голос», вот она была, да, мне она нравилась так. Но «Голос дети» я не люблю смотреть, мне жалко деток, их ломают психику в этом молодом возрасте. То есть это амбиции не реализованы родителей, которые, значит, чего-то не добили в жизни и сейчас пытаются деток, значит, показать на всю страну. Но детей-то пожалеть, ё-моё, они же ваши дети-то, ну это же такой пресс. Я понимаю, участие в конкурсах, там, народной культура, там, в домах хотя бы, ну где все свои, там, скажем так, это еще куда не шло. Но на всю страну очень большой риск идет, мне кажется, для детей. Если уберут программу «Голос дети», ну, наверное, не проиграет канал-то. А что касается новых фильмов, ну, у нас и старые, лучше сейчас, тяжело снять новые фильмы, лучше, чем раньше были фильмы, поэтому давайте вспоминать старые фильмы, смотреть их иногда, потому что где-то наткнешься, бывает, на старые фильмы. То есть вы как зрители за то, что вы крутили старые кино? Ну, не то, что крутили, временно покрутят, не умрем, не развалимся, как скажем, потом все равно все вернется на круги свои. Так, хорошо, вот хочу еще успеть с вами поговорить, про что бы поговорить-то с вами у нас осталось 8 минут. Вот, так, ну, давайте, вот о чем. Недавно юрист Ян Чеботарев написал колонку, он вот пишет о том, что с начала года количество обращений предпринимателей к нему, как к юристу, значительно выросло, и эти обращения все связаны с давлением налоговой инспекции. И вот все предприниматели обещают, что как только проверка налоговой закончится, сразу уйду в другой регион, перерегистрируюсь. Вот, вы лично, Алексей, на своем бизнесе чувствуете усиление давления именно налоговой? Мы не чувствуем, потому что мы подготовились очень давно. Несколько лет назад мы, например, сократили свои магазины до 145 квадратных метров. Как мы с вами знаем, свыше 150 метров, это уже схема получается. И те магазины, которые по 300 метров, по 1000, по 800, называем с вами громкие дела, они сейчас не выдерживают это давление, у них очень серьезные даже уголовные претензии начинаются. Вы зарегистрированы в Кировской области? Да, в Кировской области уходить мы не собираемся, то есть у нас магазины попадают под законные основания, поэтому у нас проверяя, не проверяя, у нас все законно. А вот то, что наши сейчас конкуренты начинают лихорадочно сокращать площадь 300 метров до 150, это нам на руку сейчас идет. Наконец-то мы будем в равных условиях работать, потому что раньше магазины у них были больше, вот мы в районах области работаем. Но это было незаконно с их стороны, поэтому мы не могли ничего тут поделать. И сейчас это, я считаю, как позитивный сигнал рынку. С другой стороны, проверка, это, конечно, всегда стресс для компании, это парализация некоторой работы там и так далее. Тут тоже надо, ну, видимо, не избежать все равно этого смотреть. Ну вот Владимир Владимирович дал же тут поручение внепланной проверки проверить в Генеральной прокуратуре, вот вчера был эфир, да. Ну, наверное, я думаю, что если проверки будут, то все законны, я думаю, так. Понятно, что нам нужно всем играть по правилам игры. У меня есть одно только такое небольшое, вот смотрите, она, скажем, дополнение предложений или так, сомнений. Раньше у нас была общепринята налоговая система обложения, потом сделали упрощенку, и все вздохнули свободно. Все стали платить 6%, там, это 60 рублей в тысячу отдавать это, это по силам. Все вышли из тени, как хорошо, народ вздохнул свободно. Но по налогам на сотрудников ведь ничего не изменили. Что крупное предприятие платит 43% социальных налогов, что мелкое предприятие 43% социальных налогов. И поэтому все эти разговоры, что зарплату там из тени выводить, надо тоже такую же градацию какую-то упрощенную выводить. Если бы ввели, многие бы из тени вышли. Почему это государство, сделав в одном месте хорошо, и уже много лет пожинает плоды, ведь собираемость выросла, почему не может в социальном вопросе так же точно дифференцировать крупных, средних и малых предприятий, и как по простоте, так и по величине этих налогов. Вот не совсем понятно. Ну вот про теневой бизнес хочу я вам сказать. Буквально недавно вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что за первые месяцы 2015 года теневой сектор экономики вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неизбежно, так и было. Надо именно создавать условия, в том числе про то, что я сказал. То есть налоги делать, такую величину искать, ведь умные люди сидят там наверху, такую величину искать, которая бизнесу будет по силам платить. Потому что если ты перегибаешь эту величину, ну понятно в тени тогда. То, что сейчас, это не по силам, по вашему мнению. Упрощенка по силам, но социальные налоги, про то, что я говорил, социальные очень большие. То есть малому бизнесу это невозможно. У нас даже член общественной палаты, который часто здесь у вас бывает, он даже в свое время писал про то, что это невозможно выдержать. Вот про центральный рынок еще с вами хочу успеть поговорить. Ну, пять минут у нас осталось, коротко успеем. Которую неделю уже эта тема не сходит со страниц СМИ. Вы ходите на центральный рынок? Очень давно не ходил, раньше ходил, покупал только там, сейчас нет. Почему? Ну, потому что нет в этом смысла, там же местного уже мало осталось, скажем. Ну, там есть, конечно, что-то, говорят, там, если в Заречье привезли колбасу, то очередь мешает другим продавцам, и не жаловаться начинают, я слышал такие истории. Да, но в целом, как бы, ощущение он вызывает не очень чистое место, скажем так. То есть, это не такой рынок, в который хочется приехать. Там, где парковка, где чего, это все надо решать. Нас приглашали, где-то год назад советовались, как лучше все сделать. Мы, конечно, свои рекомендации тоже внесли. Нужно и парковку, и чище делать, и так далее. И очень важно обеспечить именно продукцию высокого качества из Кировской области, чтобы она продавалась там по разумным ценам, это раз. Во-вторых, помочь этим производителям обеспечить все санитарные нормы, ветврачей и так далее, потому что у некоторых их просто нет. А вы вообще, как считаете, городу нужен центральный рынок, или будет на его месте торговый центр, и ладно? Ну, я как считаю? Я личное мнение всегда сравниваю с тем, что происходит в мире. Во всем мире рынки существуют, и они очень, ну, скажем так, продают продукцию хорошего, высокого качества. Мы даже за границей своей бываем, мы любим на рынке что-то купить. Ой, ну, слушайте, наш Роспотребнадзор, увидев рынок где-нибудь в Италии, сходил бы и застрелился. Думайте. Потому что там в любом переулке стихийный рынок. Нет, я имею в виду, что именно крупные рынки, которые взять, там же очень много товаров, они все свежайшие, то есть рыбы выловлены сегодня с утра, там и так далее, то есть это хорошо. А у нас есть сферы рыбных хозяйств тоже есть, и тоже свежую рыбу привозят. Важно, чтобы это было все чистенько и хорошо обставлено, это раз, и людям было комфортно, удобно продавать напрямую. То есть производитель и покупатель без посредников это было бы хорошо и на цене отражалось. То есть рынок нужен, но не в таком виде, в каком он сейчас существует. Ну да, сейчас-то уже он, конечно, устрелил. Так, хорошо. Вот у нас Олег Прохоренко недавно писал колонку, тоже посвященную центральному рынку, и вот он удивляется, что покупатели, которые туда реально ходят и что-то там покупают, молчат. То есть есть обращение в СМИ предпринимателей о том, что нам не дают работать центральному рынку, объявили войну. А нет мнения покупателей, там оставьте нам наш рынок. Вот вы согласны с этим? Я даже, знаете, не могу прокомментировать, что покупатели, ну логически рассуждаю, но они ходят, значит это кому-то нужно. Значит что-то там, видимо, может быть подешевле все-таки. Не, ну почему люди, которые ходят на центральный рынок, молчат и не встают на защиту? Оставьте нам наш рынок. Ну, наверное, они тоже хотят более лучших условий, потому что если мы покупаем одежду на морозе минус 35, ну да, в 90-е я и сам так делал, покупал фильтры и мерил прямо на морозе, но сейчас это уже не цивилизовано просто. То есть если мы продаем какую-то одежду, ну пусть будут примерочные, теплые там и так далее, это же вредно для здоровья на улице переделаться. То есть мы возвращаемся к торговому центру. Ну, торговый центр, но пусть он называется рынком, пусть там будет зона хорошая, нормально пахнущая, чистая, где будут за стеклом видны врачи в лаборатории, которые все-таки эту фермерскую продукцию проверяют. Я понимаю, с одной стороны излишние препоны тоже строить не нужно, но совсем-то так не глядя брать тоже опасно, ну надо, чтобы проверили продукцию все-таки, да. Врачи в лаборатории за стеклом на центральном рынке? Фишка такая, пусть будет, пусть будет, пусть будет, а что, если будет новый проект, пусть люди учтут, кто-то нас сейчас может слушать. Если будут люди видеть, что вся продукция проверяется, это же знаете, когда за стеклом кто-то работает, это сильный ход вообще-то. Это же многие даже рестораны применяют. Вечно можно смотреть на то, как другие работают. Да, то есть ты видишь, что у тебя продукция под контролем и привлекут более платежеспособную аудиторию точно таким образом. Алексей, спасибо вам за эфир, у нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, что это было особое мнение Алексея Бжерина, предпринимателя, руководителя клуба маркетологов. Спасибо вам за эфир. Спасибо большое. Да, эфир для вас вела Юрия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.